Премьер-министр Греции На данный момент мы все еще не знаем всех деталей этого соглашения. Мы также не знаем, продолжаются ли переговоры до сих пор. Я считаю, что это подтверждение того, что Греция и партия «Сириза» не оказывали никакого влияния на настроение участников рынка. Как мы видим, на рынках нет паники, и, соответственно, из-за этого Греции будет сложнее двигаться дальше. Я полагаю, что Греция все же останется в еврозоне. В итоге все стороны все же заключат какую-то сделку. И эта сделка будет практически оптимальной, так как переговоры уже зашли слишком далеко, и каждой стороне будет тяжело оставить свои несбывшиеся надежды. После заключения сделки начнется новый и не менее болезненный этап переговоров. Скорее всего, это произойдет в течение года. Безусловно, в Греции сейчас складывается непростая ситуация, которая однозначно требует эффективного решения. И «Сириза» готова сотрудничать с кредиторами для решения сложившейся ситуации. Давайте поговорим об очередном заседании ЕЦБ, которое должно пройти сегодня. Безусловно, Греция будет самой актуальной темой. В ходе заседания будет обсуждаться вопрос о том, как ЕЦБ и другие кредиторы отреагируют на то, что Греция пропустила очередной платеж, а также на окончание антикризисной программы для Греции. Как они отреагируют, на ваш взгляд, и даст ли это нам какие-либо указания на возможные результаты референдума, который пройдет в воскресенье? На данный момент мне сложно представить, как они могут увеличить размеры программы экстренной кредитной помощи без начала нового раунда переговоров. Я думаю, мы не сможем выяснить это в ходе очередного заседания Европейского центрального банка. Греция, несомненно, будет просить об увеличении объемов экстренного финансирования, поскольку они нуждаются в ликвидности для поддержания банковской системы. Но я не думаю, что ЕЦБ предоставит эти средства до начала каких-либо реальных переговоров. Сегодня, скорее всего, ЕЦБ снова обсудит размеры экстренной кредитной помощи. Они не закроют эту программу, но и Греции ничего не дадут. Скорее всего, заявления представителей ЕЦБ будут умеренными, и они будут стимулировать обе стороны сесть за стол переговоров. У ЕЦБ, по сути, есть только один путь в данной ситуации. Они должны постараться не вмешиваться в эту ситуацию как можно дольше. Но при этом они должны исправно выполнять свою роль регулятора монетарной политики. На данном этапе все, что они могут сделать, это не менять объемы программы экстренной кредитной помощи, а затем надеяться, что стороны смогут заключить какую-либо сделку на этой неделе. К тому времени ЕЦБ, скорее всего, проведет еще одно заседание, в ходе которого объемы экстренной помощи могут быть увеличены. Но сегодня я не думаю, что они это сделают, так как Греция и кредиторы даже не начали обсуждение сделки. Конфликт между Грецией и ее кредиторами не оказывает влияние на рост экономики всей еврозоны. Объемы промышленного производства в еврозоне достигли 14-месячного максимума. При этом результаты промышленной сферы скорее ожидаемые, чем впечатляющие. То есть объемы промышленного производства могут быть намного выше? Цикл частных инвестиций в еврозоне все же движется, хотя и очень медленными темпами. И это как раз подтверждают опубликованные сегодня данные. На данный момент объема промышленного производства действительно меньше, чем они были на пиках цикла. В частности, мы получаем такие данные из-за развивающихся стран. Так как экономика США и Великобритании развивается стабильно, и сфера экспорта еврозоны только выигрывает от этого. Только в течение следующих двух месяцев мы сможем узнать, повлиял ли кризис в Греции на экономику еврозоны. В частности, через три месяца мы узнаем, изменились ли данные об объемах розничных продаж и об объемах промышленного производства. Пока что влияние событий в Греции и на еврозону было ограниченным. Я не думаю, что это станет катастрофой для циклического восстановления экономики еврозоны. Кризис в Греции однозначно окажет негативное влияние на настроение инвесторов, но опять же оно кардинально не изменится. И в целом все еще может измениться, если Греция и ее кредиторы все же сядут за стол переговоров и попытаются найти решение данной ситуации. Я полагаю, что мы и дальше увидим постепенное восстановление экономики еврозоны. Кроме того, объемы инвестиций в еврозоне также увеличиваются. Просто сейчас они не такие значительные, как ранее. Проведение референдума в воскресенье станет поворотным моментом не только для еврозоны, но и для всего Евросоюза. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ, и мы будем держать вас в курсе всех этих и других важных событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok